Всем привет! Это очередной сотый выпуск программы «Алё Гараж». Поехали! Итак, пока депутаты Верховной Рады занимаются чем попало, ну, в смысле, ездят по городам и селам и уговаривают избирателей поддержать их дружбанов на выборах в местные советы. А кто разгонит в небе тучи, кто всего может достичь, наш великий и могучий Игорь Владимирович! Президент сделал сразу два заявления, касающиеся дальнейших перспектив самих нардепов. Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонитов! В смысле, отреагировал на петиции, набравшие необходимое количество голосов на сайте гаранта. Ну, во-первых, Петр Алексеевич инициировал внесение изменений в 81-ю статью Конституции, которые бы предусматривали лишение депутата мандата за три прогула в течение одной сессии. Не спешите радоваться, дочитайте до конца. Ну, там, мелкими буковками после фразы «Лишение депутата мандата за три прогула в течение одной сессии» и дальше. Без уважительных причин. Поэтому... Не надо овации. Но теперь признайтесь, вы лично слышали хоть об одном из прогульщиков, у которого не было бы веской причины не явиться на работу. Вот и я таких не встречал. Придумать отмазку – это ж настоящее искусство. Не виноват. Предки. Виноват. Прадеды, прабабки, внучатые дяди, тети разные, прадцы и праматери. Так что гулять нардепы вряд ли станут меньше. Но зато совсем не исключено, что уже на ближайшие сессии они втихаре увеличат бюджет на содержание своих помощников. Ну, надо же будет взять специалистов-затейников, которые как раз и будут заниматься разработкой отмазок. Вровень должен быть. Или он должен немного выпирать. А еще президент в который уже раз предложил депутатам по-хорошему отказаться от статуса неприкосновенных. На этот раз под таким предлогом, дескать, введение безвизового режима с ЕС для граждан Украины может быть сорвано из-за нежелания депутатов расстаться со своим привилегированным положением. Нардепы на эту инициативу само собой отреагировали вяло. Что в принципе объяснимо. Все-таки прошел год с момента их избрания. Срок не маленький, но все-таки меньше, чем тот, который можно схлопотать, если хотя бы часть допущенных ими косяков обобщить в одно уголовное дело. Ну а введение безвизового режима с ЕС, так оно и подождать может. В конце концов, всегда можно сказать, мы старались, но не успели. Хотим сходить еще на один срок. И уж тогда точно успеем. Ну вы в курсе, как это бывает. Как это выглядит во время встреч с избирателями. Наша работа, это тяжелая работа. Особенно, когда целый день работаешь. Кстати, о выборах. Странные вещи происходят вокруг предстоящего волеизъявления. То в Мариуполе возле типографии творятся чудеса. До сих пор так и непонятно, кто и у кого ее отбил. То ли менты у бандитов, то ли бандиты у ментов, то ли активисты подрались с первыми и со вторыми. В общем, какой-то театр абсурда с элементами мистики. Осенью дождливый серый день Проскакал по городу олей То зам главы Центризбиркома делает заявление, мол, самым проблемным городом на этих выборах станут Черкассы. С чего бы спрашивать такая уверенность? То в Закарпатье одним махом портят целый миллион бюллетеней. И все это происходит меньше, чем за неделю до дня голосования. Предвыборка входит в апогей. То ли еще будет. А на сегодня у меня все. Скоро увидимся. Подписывайтесь, чтобы первым увидеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось. Ну и комментарии тоже можно оставлять. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok